Исторические, культурные и архитектурные памятники самарского градостроительства не только сохранят, но и реставрируют. По федеральному проекту историческое поселение. Все остальные ветхие и аварийные дома и постройки снесут, а на их месте построят современные здания. Появится помещение для малого и среднего бизнеса, а также социально-культурного назначения. Кроме того, все новостройки в исторической части города до полевой будут лаконично вписаны в архитектурный облик улиц, рассказали авторы проекта реновации Самары. Это, безусловно, конкурентный козырь нашего города в соревновании с другими городами, как Россия, так на самом деле и на международном уровне. Потому что Самара, особенно после чемпионата мира, она все больше и больше понимается именно как такой глобальный, интересный, туристический, культурный центр, просто недооцененный. Историческая часть Самары изменится не только на поверхности. Подземные коммуникации тоже заменят на новые и современные. Коснется реновации и этажности новых зданий. По новым правилам, она не будет превышать пару этажей от исторического памятника, находящегося рядом. И еще один плюс статуса исторического поселения – Самара прекратит практику точечной застройки. Мы с вами знаем то, что больше 80% населения регулярно посещают как раз историческую часть города. Она привлекательная. И если мы с вами сделаем благоустройство и будет еще внутреннее убранство сделано, помимо того, что мы сделали фасады в чемпионатах мира, мы вот это все сохраним. Это очень большой плюс. Это качество жизни и, прежде всего, граждан, которые живут в Самарском районе. Качественные изменения исторической части Самары, по мнению специалистов, подстегнуты и активность бизнеса в сфере услуг, в том числе в туристической отрасли. Это дополнительные доходы для городского бюджета. Хотя, чтобы федеральный проект «Историческое поселение» заработал, сначала нужно поучаствовать в софинансировании. А это порядка 10% от почти 200-миллиардного субсидирования из госказны. Принятие этого проекта просто позволит нам, как границы красных линий, обеспечить гарантию сохранности исторического культурного наследия городского округа Самара. Это самое важное. Поэтому выстроили такой определенный деловой мост. Будем обсуждать вопросы на комитетах. Запланировали с выездом, так сказать, на территории. Одним словом, видим в этом хорошую перспективу для нашего города, самое главное, для будущих поколений. Обсуждение проекта «Историческое поселение» прошло в городской думе. В целом, депутаты поддержали глобальную реконструкцию и модернизацию исторической части Самары. Впереди слушание с жителями и обсуждение проектов с застройщиками. Кроме этого, нужно привести в городе всю нормативную документацию в порядок, как по землеиспользованию, так и по статусу исторических зданий. Мэри Елчан, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.